кто со мной в зоопарк в сафари эй подожди меня мои дорогие я всех вас приветствую на канале у натальи соболев в израиле всех вас приглашаю в зоологический центр сафари в роман ган это третья часть видео сафари в этом видео расскажу о пантерах обезьянах и макаках с красными попами вот они друзья прячутся вон сидят интересно гамак для них висит водопад тут животные содержатся в хороших условиях снимать обезьян одно удовольствие к обезьянам мы еще вернемся меня привлек внимание маленький такой домик с окошками в домике прохладно и можно спрятаться от жары здесь мы понаблюдаем как живет иранский леопард леопард входит в число больших кошек африки и занимает в этой компании второе место по размеру уступая лишь льву длина тела леопарда достигает метр шестидесяти а иногда метр восьмидесяти сантиметров длина хвоста метр десять вес персидского леопарда иногда достигает 90 килограмм очень быстрое животное может развивать скорость до 60 километров в час и прыгать на расстоянии до шести метров кроме того леопарды известны своей способностью поднимать тяжелую добычу высоко на деревья зарегистрирован рекордный случай когда леопард затащил на дерево тушу молодого жирафа весом до ста двадцати пяти килограмм леопарды преимущественно одинокие животные каждый взрослый леопард будь то самец или самка имеет собственную территорию которую они метят и охраняют вторжение других леопардов на свою территорию допускается только для спаривания предки леопарда жили два миллиона лет назад на территории восточной африки и южной азии леопардов называют барсами или пантерами это название одного животного суточное поедание мяса до 20 килограмм но леопард ест не каждый день в дикой природе продолжительность жизни составляет около 15 лет в неволе в зоопарке леопарды доживают до 21 года хоть и стекла здесь такие мощные такие мощные стекла но все равно как-то опасно здесь одной не опасно а я все-таки боюсь здесь одной находиться посмотрите вот никого нету стекла но если ты знаешь что за окном вот такое животное сидит ты уже подумаешь как здесь долго находиться леопарды подобно обычным кошкам фурчат если разражены и мурлычат от удовольствия доманы внешне похоже на кролика но так как они не вышли к нам на встречу и прятались от солнца о них мы не будем говорить и пройдем дальше к обезьянам вот такая красавица здесь значит мы правильно идем мы на правильном пути вот показываю красивую природу и тут я заприметила очень красивую маленькую птичку воробьи рядом но эта птичка очень красивая на длинных ножках не знаю как она называется и вдруг мне показалось что я ее испугала к счастью это не я испугала сама испугалась боже откуда такое чудо выскочило ой 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 откуда это боже честно я сама испугалась когда увидела такое животное похоже на человека и это шимпанзе такие обезьяны как гориллы шимпанзе могут запросто растерзать человека вдобавок они бывают агрессивный и склонны защищать свою территорию обыкновенные шимпанзе обитает в тропических лесах западной центральной африки рост в среднем метр двадцать вес семьдесят продолжительность жизни шимпанзе в дикой природе 40 лет в зоопарках шимпанзе живет около 60 лет а это колобусы первый раз вижу таких обезьян живут группами питаются листьями растений в том числе ядовитыми недозрелыми фруктами продолжительность жизни 20 лет в переводе с греческого колобус означает изуродованный такое название обезьяны получили потому что у них только четыре пальца на передних лапах а пятый неразвитый активный днем ночью по крайней мере одна из обезьян группе не спит выполняя сторожевые функции численность их природе сокращается так как эти обезьяны являются объектом охоты из-за красивой шкуры в африке можно встретить не только черно-белых обезьян колобусов но и обезьян с рыжеватым с красновато коричневым мехом и даже с оливково-зелеными оттенками большое количество разновидностей обезьян здесь и мы наблюдаем еще одну обезьяну сегодня жарко 36 градусов и обезьяна прохлаждается в ручейке нет более забавных животных чем обезьяны подтверждением служит толпы зевак возле обезьяных вольеров зоопарке со смехом и удивлением на них можно смотреть бесконечно еще интереснее наблюдать за животными в дикой природе в натуральной среде где они ведут себя более естественно особенно забавны макаки которые являются ближайшими родственниками мартышек мандрил или свинкс вид приматов из семейства мартышковых сразу расскажу красный зад по-научному принято называть седалищной мозолью это скопление жира окруженная участком грубой кожи седалищная мозоль у обезьян позволяет им удобно сидеть на ветках не натирая и не повреждая кожу этот необычный орган помогает обезьянки комфортнее существовать обитая на дереве добывать свою пищу спать не изменяя положение не боясь упасть с высоты в зависимости от места обитания и деревьев на которых обезьяны живут мозоль может менять свою форму и подстраиваться под изменяемые условия обезьяны с красными седалищными мозолями относятся к мартышковому семейству которая насчитывает более 140 видов у некоторых самок пятая точка краснеет во время течки она таким образом привлекает самцов для создания потомства ведь это самое благоприятное время для беременности поэтому седалищная мозоль самок сильно увеличивается в размерах и весе иногда достигает 15 процентов массы своей носительницы моногамия у мартышковых не в честь и поэтому у самок постоянно происходит состязание быстроте размножения и если обезьяна объявляясь что готовых создать потомство к ней тут же стремятся наведаться все самцы в округе у самцов же красный зад является признаком того что он самый сильный и могущественный в семействе и чем эта мозоль больше тем больше у самца прав на территорию и самок что едят обезьяны они поедают разные фрукты листья орехи а также животных включая насекомых птиц моллюсков ракообразных черепах улиток рыбу и мелких млекопитающих зайцев в зоопарке их подкармливают отварным мясом птицы дают яйца вес макаки колеблется от 6 до 15 килограмм но самцы почти в два раза тяжелее самок макаки живут от 15 до 20 лет ученые считают что макаки появились на планете около пяти миллионов лет назад в настоящее время насчитывается 21 вид этих животных и все они отличаются друг от друга а сейчас я предлагаю понаблюдать вам за обезьянами я не прощаюсь с вами я очень прошу подпишитесь на мой канал нажмите на колокольчик чтобы получить уведомления о новых видео я снимаю как отдыхают взрослые люди в израиле экскурсии концерты парке море и самые красивые места нашей страны дорогие мои друзья я желаю хорошо провести вам это лето чтобы господь нас услышал и помог нам чтобы закончилась эта война всем желаю голубого неба мира и счастья на земле берегите себя и своих близких дорогие мои я не прощаюсь с вами а говорю вам до новой встречи единиц а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok